В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новые имена в структуре администрации. Алексей Сафонов представил кандидатов на посты своих заместителей. Испытания для дорожников. Как в Сарове проходит ямочный ремонт. В Миссаровской дивизии в воинской части прошел конкурс среди женщин-военнослужащих. Далее расскажем обо всем подробно. Глава города Алексей Сафонов представил депутатам претендентов на посты своих заместителей. На заседании совместного комитета кандидаты рассказали о себе и ответили на вопросы народных избранников. Поддержала ли Дума выбор мэра? Расскажем далее. Четыре новых фамилии и одна знакомая Алексей Сафонов представил депутатам кандидатуры своих заместителей. На должность первого зама глава города предложил заместителя генерального директора технопарка Саров Олега Кочеткова. Олег Евгеньевич долгое время работал в Дивееве и уверен, этот опыт поможет ему и на новом посту. Понимая, что Дивеев и Саров всегда традиционно и сейчас имели огромные связи, как исторические, территориальные и экономические, и постоянно возникали вопросы взаимодействия по решению различных задач, и учитывая сегодняшнюю актуальность больших задач на федеральном уровне развития этих территорий. Три новых претендентов заместителей – Илья Волков, Леонид Бородулин и Марина Жукова. Илья Волков сейчас начальник пенсионного фонда в Сарове. В случае утверждения будет курировать в администрации социальный блок. Моя позиция такая, то есть каждый рубль, который заложен в бюджете, должен своевременно и в полном объеме доходить до своих получателей. Кроме того, считаю важным не только оставаться на том уровне, на котором находимся мы, ну а также реализовывать и развитие социальной сферы, в том числе на территории нашего города. Нынешний заместитель директора компании «Саровинвест» Леонид Бородулин по задумке мэра возглавит направление капитального строительства в городе. Мне приходилось заниматься всеми процессами техническими с момента получения и освоения земельных участков, разработки технической проектной документации, после отслеживания этапа строительства и до ввода объектов в эксплуатацию и постановка их на кадастровый учет. Вот этот вот опыт позволит мне реализовать те задачи, которые стоят перед нашим городом в ближайшую перспективу и, надеюсь, дальнейшую, по развитию городской структуры, инфраструктуры инженерной и, прежде всего, конечно, жилищному строительству, чтобы наш город был самым лучшим местом на земле. Марину Жукову, председателя контрольно-счетной палаты Алексей Сафонов, предложил как заместителя по вопросам бюджета и финансов. Присутствовать на заседании Мария Вячеславовна не смогла по причине болезни, но представила депутатам свое ведение работы на новом посту в письменном виде. Кандидатуру на должность четвертого заместителя, занимающегося вопросами городского хозяйства, городоначальник пока не выдвинул. Исполнять обязанности этого зама будет Сергей Лобанов, который курировал этот блок при Алексее Голубеве. Выслушав кандидатов, задав им вопросы, депутаты вынесли список претендентов на рассмотрение на заседание Думы. Судьбу заместителей народной избранники решат уже на следующей неделе путем тайного голосования. Если асфальт уложить по всем правилам, то он должен служить не один год, говорят специалисты. Но, как показывает практика, эта теория далека от реальности. Каждую весну жители нашего города наблюдают на дорогах глубокие ямы, даже в тех местах, где полотно было недавно отремонтировано. Весной вместе со снегом тает асфальт. Каждый год мы наблюдаем одну и ту же картину. Вместо снежного покрова и колеи на дорогах появляются ямы, а местами даже огромные дыры. Ездить по таким дорогам становится опасно, водителям нужно быть особенно осторожными. Сейчас ехали на машине и было некомфортно, постоянно куда-то проваливались. Я считаю, что это нормальные дороги, но можно было и почище. Много ям советской, очень больно много. Но так, в этом году очень плохо убирали снег. Это заметно сразу же. Как считаете, по ощущениям, где в Сарове самая лучшая дорога? Симашка. Частичный ямочный ремонт дорог в Сарове начали еще в феврале, но все усилия испортили начавшиеся снегопады. К работам в большом объеме приступили с 4 марта. У нас есть самоходная машина, которая прицепляется за трактор МТЗ. Мы его называем прицеплером. Он вмещает примерно где-то тонны 200. Мы замешиваем, работаем две смены. Тонны 200. Первая смена, тонны 200, вторая смена. Этой тонны 200 хватает на 10-12 квадратных метров дорожного полотна. Эта смесь для временного ремонта делается из старого сбитого асфальта крупной фракции. Его смешивают с битумом, варят и заливают в яму. Это временные меры. Хватает такого ремонта ненадолго. Самые проблемные участки, по признанию сотрудников ДЭП, второстепенные дороги, которые давно не ремонтировались. Например, Павлика Морозова и Садовая. Ситуацию на последнее осложняют еще и лужи, которые скрывают большие ямы. Ремонтировать их пока не получается. Там нет водоотведения, нет. Ремонт эквилизации, нет. Я не знаю, куда ее отвезти. Нужно поднимать этот участок дороги или делать эквилизацию. Единственная на сегодняшний день дорога, к которой у жителей города нет никаких претензий, это Симашка. И дело не в том, что она новая. Например, Харитон еще пока тоже на гарантии, но ямы есть и там. Секрет Симашка прос. На этом участке применяли асфальт с нового асфальтного завода, открытого в 2019 году за третьим КПП. Асфальт для улицы Симашка там делали на основе щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такой состав применяют в основном на трассах федерального назначения. В нашем городе это первая дорога с износа стойким покрытием. То есть работаем только по ГОСТу, чтобы наш асфальт был прочным, надежным. Если что-то не так, то сразу же вносятся корректировки на сам завод. После запуска производства мы формуем вот такие образцы из асфальта и проверяем их на прочность, на водонасыщение. Ну то есть все, с чем может столкнуться асфальт в реальных условиях. Остается надеяться, что и остальные дороги нашего города начнут ремонтировать с помощью асфальта, который не будет утекать вместе с талым снегом. В следственном отделе Сарова новый руководителем стал полковник юстиции Виталий Мирошкин. Ранее занимал должность помощника прокурора ВЫКСы, работал там же старшим следователем. В 2007 году его назначили заместителем руководителя ВЫКСунского межрайонного отдела СК. Спустя четыре года Виталий Мирошкин стал его руководителем. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. В этом году в Дивееве появится несколько красивых мест для отдыха. Одно из них – набережная реки Вичкинзы. Проект выполнен Московским архитектурным институтом на базе проектных решений компании «Саровинвест» по строительству набережной и острова на Вичкинзе. Конкурс по определению подрядчика благоустройства уже объявлен на сайте госзакупок. Сроки исполнения до 20 декабря. Подрядчику предстоит замостить пешеходные дорожки, установить лавочки, урны и малые архитектурные формы. Уличное освещение произвести озеленение территории. Стоимость работ – более 235 миллионов рублей. Проект реализуют в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров». Саровчан предупреждают – выход на лед может быть опасен. На пруду Боровом два слоя льда. Нижний – 16 сантиметров, под ним вода – 5 сантиметров, затем еще 36 сантиметров льда. На реке Саровка лед с промоинами – не толще 20 сантиметров. На реке Сатис нижний слой льда – 23 сантиметра, под ним вода – 8 сантиметров, выше еще 32 сантиметра льда. Горожанам рекомендуют воздержаться от выхода на водоемы. День больных эпилепсии или фиолетовый день отмечают ежегодно 26 марта. Этот праздник придумала в 2008 году канадская девочка Кесси Демеган, которая с малых лет страдала от этого заболевания и успела почувствовать негативное отношение к себе ровесников и взрослых. Она рассказала окружающим о болезни и доказала, что ничего страшного в ней нет. Спустя год ее инициативу поддержали многие студенты, политики, общественные организации. Фиолетовый день. Лавандовый цвет благоприятно влияет на нервную систему больных эпилепсией и помогает им снизить уровень тревоги. Поэтому его и выбрали символом Международного дня больных эпилепсией. Это заболевание головного мозга. Его основной симптом – приступы. Их существует более 40 видов. От легких, простых, такие как абсанцы, это минутные, даже не минутные, а секундные какие-то замирания. И заканчивая тяжелыми развернутыми приступами. С потерей сознания, с тонико-клоническими судорогами, это выгибание, подергивание всего тела. Этот день придумала 9-летняя девочка Кесси Демеган в 2008 году. Ребенок хотел показать, что люди, страдающие эпилепсией, ничем не отличаются от окружающих и имеют право на нормальную жизнь. Эпилепсия – это не приговор. Дети, которые болеют эпилепсией, они чаще всего посещают обычные детские сады, обычные школы. У них не страдает ни психическое развитие, ни мыслительная деятельность. И успеваемость у них довольно-таки хорошая в школах. Это непожизненный диагноз. Если приступы не возвращаются в течение 5 лет, анализы в норме, то противоэпилептическое лечение снимают и наблюдают ребенка еще один или два года. После диагноз снимают. Очень важно во время приступа правильно оказать помощь ребенку. Нельзя пытаться разжать ему зубы или что-то закапать в рот. Подложить что-нибудь под голову, мягкое, плоское, расстегнуть воротничок, расстегнуть брючный ремень, если он имеется, постараться положить ребеночка на бочок и ждать, пока прекратится приступ. Приступы обычно прекращаются сами. На сегодняшний день в Сарове болеют эпилепсии 32 ребенка и 14 подростков. У 19 детей тяжелая органическая патология. Это 0,4% детского населения города. Задание на меткость, ловкость и внимательность. В Саровской дивизии прошел конкурс женщин-военнослужащих. Шесть сотрудниц войск правопорядка боролись за звание мисс Саровской дивизии. Помимо обязательных нормативов по огневой и физической подготовке, в финале конкурса они продемонстрировали свои творческие и кулинарные способности. В заключительном этапе конкурса «Мисс Саровская дивизия» девушки соревновались в далеких от армейских будней вещах. Но и здесь им пришлось выполнять нормативы, хотя и шуточные. Например, отделить фасоль от гороха и на время зашнуровать берцы. В финал вышли шесть девушек из различных подразделений дивизии. Людмила Фадеева приехала на соревнования из Балакова Саратовской области. И самым сложным в конкурсе, по ее словам, была именно поездка в Саров. Ехать пришлось с тремя пересадками. С нормативами и заданиями она справилась легко. Хотя в Росгвардии Людмила служит меньше года. Наверное, это у меня в крови. Я тоже хотела. Это было мое огромное желание. Ну и характер он сам по себе такой, что говорит, иди в армии служи. Мария Салтыкова тоже недавно пришла служить в Росгвардию. Говорит, что исполнила свою детскую мечту. В финале конкурса она чувствовала себя уверенно. Самое сложное было подготовка. Изначально вроде бы казалось времени много, да. Что-то какие-то планы были, что-то придумать новенькое, интересное. А с другой стороны, времени не было совсем. Командиры воинских частей были приятно удивлены талантами своих подчиненных. Их артистизм, вокальное и декламаторское искусство проникли в самые потаенные уголки офицерских сердец. Ну, наверное, самое большее это, помимо шуточных, наверное, самое большее это конкурсы, связанные с живым исполнением, песни, стихотворения. Очень трогает, берет за душу, как говорится, бесподобно. В конкурсе не было проигравших. Каждую из участниц отметили и наградили. За свои таланты они удостоились звания мисс зрительских симпатий, оригинальность, артистизм, очарование и грация. Победила в конкурсе и завоевала титул мисс Саровской дивизии Мария Салтыкова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феере можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими – хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Также на медовой феерии – мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное влияние на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогают работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется. Он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям. Аллергию не вызывает. На выставке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо сейчас актуально смена температуры. Это как аэрозон брызгает в горло. От насморка тоже можно ее применять. Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже обладает противовоспалительным действием. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» 27 и 28 марта с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей!